Дочь участника Великой Отечественной войны Антонина Пасько на встречу с губернатором принесла письмо с просьбой помочь в благоустройстве могилы отца. Сама женщина одинока и не в силах потянуть немалую финансовую ношу. Сейчас памятник, как говорится, могилка, как говорится, попросила, чтобы мне помогли. Через военкомат позвонила, мне там три телефона давали, ну мне ответили, вроде отец умер, не в таком году, нужно, он при Советском Союзе, как говорится, умер, а нужно, чтобы, как говорится, в последующие годы умер. И вот мне отказали, и вот я прошу помощи, чтобы мне, как говорится, помогли установиться инвалиду Отечественной войны, как говорится, защищавшей Родину, память. Решать проблемы конкретных людей, вопросы благоустройства теперь стало проще. В этом помогают общественные советы, созданные во всех микрорайонах Самары. В каждом из них состоят люди, которые лучше всего знают о проблемах на местах. Те, кого поддержат жители, войдут в районные советы депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. Надо сделать так, чтобы местное соуправление, местная власть, люди могли дотягиваться рукой. То есть, ну, смысл был такой, что местная власть должна быть максимально приближена к людям. И люди могли бы знать этих, люди-избиратели, могли бы знать, кто эти они, знать в лицо, в лицо, кого они избирают, представляя в местных органах, в местных органах власти, в ту или иную категорию или в тот или иную округ. По словам губернатора, районными депутатами должны стать люди, которых знают и которым доверяют в каждом микрорайоне Самары. Люди, которым не безразлична судьба отдельно взятого горожанина и территории в целом. У самарцев же накопилось множество вопросов, которые будет решить гораздо быстрее на уровне именно районных советов. Я хотела бы поговорить про квартирный вопрос. У меня дом на снос подлежит. Даже было решение нашего, как говорят, самарского правительства на снос в седьмом году. До сих пор нас не снесли двухэтажные дома. Дом управления категорически отказывается нам ремонтировать этот дом, потому что у нас нет фонда якобы. Это единственное, что, конечно, то, что сейчас у нас город, не особенно во всех отношениях отвечает тем требованиям, которые подъявляются таким, как вторая столица с нашей стороны. Правда, в последнее время кое-что сделано, но это еще недостаточно. А впереди, как говорят, футбольный форум. Подобные встречи губернатора с жителями региона продолжатся. Люди должны знать об изменениях в структуре местного самоуправления. По мнению Николая Меркушкина, только совместными усилиями можно улучшить уровень жизни в регионе. Мариана Мирная, Павел Пресняков. События.